Приветствую, дорогие читатели и слушатели русского футуризма. С вами очередная серия нашего подкаста. Меня зовут Андрей Варфоломеев. С нами также Алексей Флавий. Лёша, привет! Да, всем привет! И Ольга, она же более известная как Пепелянжел. Это самая известная на этой планете художница стиля Пепе. Оля, здравствуй! Здравствуйте, ребята! И вот сегодня как раз хотели бы пообщаться на тему творчества и даже такого совершенно, можно сказать, нового направления в творчество, а именно, я не знаю, мемное искусство? Или как ты это сама называешь? Как ты вообще могла бы назвать направление? Вот ты художница, да? Ты там артист, творец. И как бы ты называла свой стиль? Честно говоря, я ненавижу этот вопрос. Меня спрашивают где-то раз в полгода. А в каком стиле вы работаете? А какое у вас художественное направление? Вот, ну, знаете, это не моё вообще дело решать, какое у меня художественное направление. Вот я помру, пусть искусствоведы мучаются. А сейчас я вообще не понимаю, зачем это определять. Изначально, когда я начала этим заниматься, я не планировала никакой бурной деятельности. И у меня не было такого, что я художник, я художник-импрессионист. Я так просто для себя решила, о, нарисуй жабу. Я думаю, что импрессионисты точно так же и начинали. Судя по всему, они же даже считались таким невысоким видом искусства, насколько я помню, что там они просто дают какую-то вот эту вот общую картину без точности, поэтому их многие не любили поначалу, а сейчас все с ними носятся. Наверное, так же и с тобой будут носиться, потому что явно Пепе стал символом эпохи. А вот скажи, а ты рисуешь, получается, я правильно понимаю, что только вот его, только вот джабу эту? Ну, рисую на заказ. Я не только художник, я еще и нормальный ремесленник. Поэтому, когда мне дают денег и говорят, Оля, я хочу картину, ну, 90% что я соглашаюсь и рисую, что скажут. И так получилось, что известно я как мемный Пепе-художник, поэтому в основном мне заказывают Пепе. Но вот, например, и мопсов я иногда рисую, то, что у меня у самой мопс, и как-то мопса-тусовка, она, во-первых, существует, во-вторых, им тоже нужны картины. Потом пытаются иногда у меня другие мемы какие-то заказать, очень редко, но бывает. Сейчас очень большую картину заказали просто. Это, ну, грубо говоря, сцена, где происходит вечеринка, знакомые друг к другу люди веселятся, пьют, зажигают какие-то бенгальские огни, и это просто человеческие лица без всяких жаб, без каких-то подтекстов, вот. Размером с Бородино? Вот эту вот панораму. Там типа полтора на два, что-то в таком ключе. Прилично, да, действительно. А заказ откуда? Ну, это на страну или тоже из другой? Причем этот человек у меня один раз купил жабу, потом еще заказал жабу. А, нет, вру, это другой. Ну, короче, это тоже из Гонконга, да. Ну, вот он просто другу на день рождения за полгода заказал картину, где, собственно, веселится друг на вечеринке. Очень прикольно. Я очень рада человеческим заказам, потому что для меня это возможность и навык свой как-то немножко поднять и повеселиться, потому что, ну, жаб я уже могу с закрытыми глазами рисовать. Вот. Так что, надеюсь, однажды будет обнаженка. Хочешь попробовать обнаженку, а не вот этот жанр? Ну, я вот не считаю, что это прям... Я считаю, что это самое интересное, что может рисовать художник, голых людей, потому что, во-первых, люди вообще интересны нам, потому что мы сами люди-человеки, и, конечно, нам близко интересно то, что мы понимаем больше всего и ассоциируем с собой, то есть других людей. А когда человек еще не просто голова, а все остальное, то, блин, там есть что поковырять. А ты видела, знаешь, такой паблик, есть эстетика человеческого тела, он очень известный в ВКонтакте как раз, там прям просто фотографии голых людей. Ну, если это тот паблик, про который я думаю, то я не небольшой его фанат, потому что они пытаются нам продвинуть, что, ой, человеческие тела такие интересные, уникальные, даже если у них есть дефекты, то они красивые, но, как правило, там все равно, ну, скажем так, суперкрасивое подтянутое женское тело, но у него чуть-чуть маленький шрам, или там, не знаю, маленькие веснушки. Ну, то есть это просто те же яйца, только сбоку. Вот, так что я считаю, ну, я как человек, который все равно ходит на обнаженку, там какие-то упражнения, приглашаю модели, я знаю, как выглядят голые люди, блин, точно в основном никак в этом паблике. Ну, я просто не помню, я там сто лет не заходил на этот паблик, но я помню, что там были достаточно интересные фотографии, там фотки только, то есть там, ну, во-первых, все-таки надо сказать, ты говоришь там про идеально подтянутую фигуру и небольшой шрамик, но ведь действительно, если так посмотреть, у нас идеальных нету, а если есть, то они по-любому будут какой-то там дефект иметь. Я просто не представляю, знаешь, это как, если, ну, жанр скульптуры есть греческий, да, когда они рисовали людей, делали скульптуры людей, подобных богам, что они прям все такие, как это сказать, все такие идеальные. Да, 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 без морщин и прочее. Когда делали же римляне, они делали уже совершенно более похожими на обычных людей, с кучей каких-то дефектов, там, морщинами, этими там мешками под глазами, и как-то, не знаю, мне, тебе нравится больше греческий? Мне показалось просто, что вы не совсем друг друга поняли. Оля говорила про то, что паблик позиционирует себя как то, что мы здесь будем постить несовершенные человеческие тела, потому что они все красивые, но на деле они просто постят красивые человеческие тела с какими-то небольшими, незначительными и дефектами, на которых никто особо не обращает внимания, верно я понял? А-а-а, конвекциональные, во, есть такое модное слово. То есть там все равно конвекциональная красота, но с каким-то очень легким дефектом. То есть вы вряд ли увидите там, ну, нормальную грудь женщины, которая выкормила троих детей, ну, или там тетю Зину. Я считаю, что если тебя интересует человеческое тело, что ты должен пойти в общественную баню, не суперэлитную баню, не знаю, в спортклубе, а в нормальную баню на районе, надо пойти еще в день, когда у пенсионеров скидки. Вот ты там нормальные разные тела посмотришь и вообще приближешься к реальному пониманию жизни, а не паблики ВКонтакте смотреть. Ну, кстати, значит, мы с тобой разным, потому что был закрытый, где прям постилось все подряд. То есть там вот кого-то, нет, там и действительно, как ты сказал, и женщины, которые выкормили там двоих-троих детей, это действительно на них очень сильно сказывается. Там и те, кто много работал, там пахал, там, не знаю, может быть, в шахте, кого-то, может, черное, там, все, что можно. То есть там и болячки всякие от Вити Лига, которые сейчас очень модные стало, вплоть до, ну, совсем там каких-то стрёмных. Но в этом плане, как сказать, то, что про баню, это, конечно, замечательно, примерно, абсолютно. Можно в раздевалку школьную еще вспомнить еще запах, запах человеческих тел этот прекрасный, немытый. Я ни разу, наверное, ни в школьных раздевалках не видел, даже в физкультуре переодевалках не видел никого голым. Так вот, мы, наверное, немножко отошли. Чуть-чуть, пару вопросов зададим все-таки про твое творчество, просто чтобы ввести читателей в курс дела. Итак, все мы поняли, что ты рисуешь, перерисовываешь классические картины с лицами лягушек Пеппе. Ну, условно, действующие персонажи это лягушки Пеппе. С чего, наверное, это началось, может быть? Как эта идея к тебе пришла? И как вышло так, что она смогла вырасти в полноценный, ну, бизнес, давай назовем? Ну, как ты могла поставить на поток заказов это? Слушайте, ну, это было, наверное, уже 4 года назад или 3 года назад. Я запуталась, время так быстро стало лететь. Дело в том, что я вообще никогда ни рисунком, ни живописью не занималась. Я была уверена, что у меня к этому нет никаких способностей. В детстве родители меня ругали, когда я что-то рисовала, говорили, а что ты не постаралась? А что так неаккуратно? А что, поаккуратнее нельзя, что ли, было? И, в общем, я была уверена, что у меня к этому никаких способностей нет. И я начала ходить на частные уроки рисунка и живописи, просто потому что у меня был очень сложный период в жизни, потому что, ну, я была что-то вроде управляющей, совладелец маленького-маленького полулегального бара. И в какой-то момент с моим вторым совладельцем произошел конфликт, и я решила продать ему свою долю. И я была уверена, что все будет хорошо, и, может быть, я смогу сама свой проект какой-то открыть. Но, в общем, бахнул Крым наш, рубль очень сильно упал, и работать с вином стало финансово очень тяжело, потому что все вино и прошутто, и все закуски к вину, все деликатесы, они, собственно, продаются за евро, если вы знаете. И рубль очень сильно упал, то в индустрии вина кирдык такой был, что все были в шоке, потому что очень тяжело психологически, когда сегодня ты покупаешь бокал вина за 150 рублей, а на следующей неделе этот же бокал стоит 450 рублей в баре. Ну, это, типа, суперотстойно. Я как покупатель вина тоже могу понять людей, которые отказывались это делать. Поэтому, конечно, я ничего не открыла, и так получилось, что я еще тогда переехала в Купчино, в жуткую квартиру в хрущевке на первом этаже, там крысы из подвала вылезали иногда. В общем, жизнь у меня вообще не сладкая была, было супердепрессово. Я вспомнила, что вообще-то я у себя в баре проводила выставки, и там какие-то художницы выставлялись, этих художниц на свете много, и некоторые из них даже что-то зарабатывают. И вроде ко мне ходила какая-то тетка, мы с ней тогда наклюкались, она вроде бы рисунок живопись преподает. Вот думаю, ну, вроде классная тетка, похожу с ней, ну, к ней просто домой заниматься, потому что почему бы и нет, а то я сижу тут как сыч в этом Купчино с крысами уже полгода и особо никуда не вылезаю. У меня был прям суперплохой период, и я начала раз в неделю ходить к ней на уроки рисунка. Мы рисовали кубики там, хренубики, горшки, вазочки, все, что там дети в художественных школах рисуют. У меня ничего не получалось, у меня получалось хреново, у меня очень тяжело шло, я реально плакала. Причем, ну, моя превратительность была в шоке, потому что, ну, у нас не было с ней близких отношений, это просто чужой человек, я прихожу к ней домой и реву, потому что кубик не могу нарисовать. Ну, короче, тяжело было. Потом мы начали работать с цветом, мне дали акварель, у меня был натюрморт с чайником, как сейчас его помню, и вдруг у меня поперло. То есть работа с цветом мне просто была очень интересная, у меня как будто бы какие-то суперспособности открылись, я поняла, что я вижу очень много чего интересного, что ты просто смотришь на чайник, а в нем отражается красная скатерть, а в нем отражается зеленая стена, а в нем отражается, там, не знаю, вообще люстра, а в нем отражается что-то еще. И понять, что где отражается, и как эти предметы по цвету взаимодействуют друг с другом, меня это жутко поглотило. И я сделала свой первый натюрморт цветом, и поняла, что, черт побери, я испытываю невероятное удовольствие от этого, и что сейчас прошло 4 часа, я этого даже не поняла, и что я хочу есть, меня трясет от истощения, и что мне пора в туалет сходить уже. Ну, короче, это было круто. И я начала просто заниматься для себя, подумала даже, может, в какое-то художественное училище поступить, потому что у меня кроме школьного образования никакого нет. Но моя преподавательница сказала, что, ты знаешь, у тебя такое своеобразное видение, если ты пойдешь куда-то в училище или в вуз художественный, тебя там испортят, потому что там есть стандарты, под которые тебя погонят, а все хорошее, уникальное ты потеряешь. А вот этой преподавательнице, ты сейчас не поддерживаешь контакты? Залучайно не та тезенька, которая у тебя подрабатывает. Да, да, это она. Мы с ней сейчас подруги вообще очень близкие, почти родственницы. Мы с ней живем на соседних улицах. Я знаю ее детей, я знаю ее внуков. У нас прекрасные отношения. Мы ходим друг к другу на дни рождения. Я езжу с ней к ней в деревню и так далее и тому подобное. Очень милая, надо сказать, женщина, потому что я с ней тоже знакома. Ну, она такая, она уже вполне себе бабушка, конечно, но вообще женщина она потрясающая. Там мужчины за нее дерутся раз в месяц. Прекрасно. Она рассказала историю, как я была у нее позавчера в гостях. Она рассказала, как она сидела вечером со своими друзьями и среди них был один гомосексуалист, он позвал ее замуж и другой ее любовник набил ему морду. Это было очень смешно. Настоящая петербурженка, можно сказать. Да. Элитная богема. Вот. В общем, когда вас начинают гомосексуалисты звать замуж, я считаю это успех. Особенно, если вам уже 60 лет. С нашим лягушкам. Давайте. Да. В итоге, смотри, вот натюрморт и прочее, да, цвета тебе нравились. Как это все к лягушкам-то, к Пепе пришло? Ну, короче, я не работала, деньги у меня кончились. И на мой день рождения моя бабушка прислала мне холсты, натянутые на подрамник, но без грунта. У меня бабушка всегда очень хотела заняться каким-то там живописью, рисунком, но у нее не было ни времени, ни педагогов, поэтому она просто натянула холст и на нем углем нарисовала Иисуса. Ну, как бы холст надо сначала проклеить и загрунтовать. Она даже была не в курсе. Просто на тряпке, натянутой углем, нарисовала Иисуса, ну, скопировала откуда-то. А потом прислала мне и говорит, ну, я тут рисовала, ну, ты можешь замазать краской и сверху нарисовать, что хочешь. Я говорю, окей. И вот этого Иисуса я замазала и думаю, блин, что бы такое нарисовать маслом. И у меня как раз были деньги, которые мне подарили на день рождения. И я купила себе там масло, кисти, разбавители. Вот. Мне на тот момент казалось, что это все ужасно дорого стоит. И я подумала, окей, все великие художники начинали с копирования. То есть, чтобы научиться круто рисовать, да, вот даже сейчас этого нет в Академии Репина, но раньше в Академии Репина, по-моему, первый год или два все просто копировали. Никто с натурой не работал. Ты берешь там рисунки Микеланджело или еще какие-то рисунки и копируешь их, и копируешь их, пока они в тебя через руки не въедятся и потом не впитаются в твой мозг, и ты уже сам, ну, на автомате какие-то вещи делаешь. Ну, знаете, мышечная память, но чуть более сложные какие-то приколы. Я подумала, окей, я буду копировать живопись. Но меня очень напугали портреты. Человеческая голова, она имеет очень сложную форму. То есть портреты — это вообще не очень просто, потому что у нас очень много маленьких поворотов форм, каких-то особенностей, и вроде бы лицо плоское, вроде не плоское, а уши вроде близко, ну, к глазам, и вроде не близко. Короче, мне казалось, что это все супер просто rocket science. Я подумала, окей, я нарисую туда лицо Пепе, потому что я люблю мемы, у меня на компе есть папка, где я собираю редких Пепе. Пепе такой же грустный, как и я последний год. И, блин, нарисую Пепе, это будет прикольно. И подарю кому-то на Новый год, может, из друзей или родственников, ну, нормальный подарок, картина маслом. Денег у меня все равно нет. А прикольно будет их продать. Ну, вообще было бы классно я бы там за 500, за 1000 рублей продать вообще хоть краски отобью. Ну, то есть вот так это все началось. И по итогу, куда первая картина с Пепе ушла? Ну, в какой-то момент первая картина вышла такая классная, что я поняла, что я хочу продать, но для этого надо хотя бы серию картин. Я сделала еще три. Я очень много работала реально с утра до вечера. И, наверное, за четыре, там, за пять месяцев я сделала 3-4 картины. Ну, для человека, который только начал рисовать и ничего не умеет, это, ну, был неплохой темп. 3-4 картины, это по каким? Ну, то есть это уже какая-то адаптация классики? Да-да-да-да. А скажешь, что это было? Ну, так, на скидку. Я сейчас попробую вспомнить. Там был Пепе Филипп II, я не помню, кто автор, никак не запомню. Ну, он вообще очень популярный. Я принтова же много продала, копии продала много. Потом там был, конечно, девушка с сережкой Вермеер, потом там был портрет рыцаря, я вот тоже не помню. Это большая очень работа такая в позднее Средневековье. А потом, что ж там еще было? Кардинал этого испанского... Эршилье? Нет, кардинал... Испанский художник Эль Грека. Эль Грековский кардинал был. И что-то еще, не помню. Папикассо, по-моему, был такой грустный, Пепе в... Ну, типа, пьеро такой, нет. Короче, я сделала пост у себя ВКонтакте, там мои друзья расширили его, и, типа, одногруппник моего бывшего мужа у меня там купил одну картину. Но так как он, типа, был крутой, работал в банке и все такое, с него мой бывший муж содрал 10 тысяч рублей за это. Хотя, я говорю, ты с ума сошел? Моя картина не может столько стоить. Он говорит, погоди, погоди, сейчас поторгуемся. Вот. И первый оригинал девушки... А тогда, получается, муж тебе помогал распространять это все? Да, потому что я в себя вообще абсолютно не верила, а он верит вообще во все, мне кажется, в некотором плане. Ну, то есть, как только надо что-то продать, в принципе, он сразу это напрягался и продавал. Ну, такая у него специальность и фамилия. В общем, да, первая вот эта картина ушла его одногруппнику, по-моему, бывшему. И потом я написала на реману, типа, привет, можно я у вас в паблике 2 повешу свои картины? Надо сделать ремарку небольшую на реман, это администратор, ну, 2 чат, соответственно, да. Я сделал еще одну ремарку, я сделал еще одну ремарку, мы писали на реману, приглашали его к нам на подкаст, но у нас был админ 2 чат в нашем закрытом телеграм-чате, сидел с нами, постоянно общался, но после того, как мы предложили там на подкаст просто пообщаться, на реман просто нас заигнорил, а тот человек просто ушел, ну, это так, маленькие уже, совсем уже инсайды, как работают 2 чары. Так, на реман. Вот, мы договорились с ним, по-моему, каким-то барпелером или что-то, ну, короче, ему картинки понравились, он просто там запрос так вроде это дело опубликовал, это был супер-хейт, я столько, а, у меня еще, по-моему, были какие-то уродливые открытки гуашью, я нарисовала, и тоже пыталась их продать, но они реально очень плохо были нарисованы, но я так над ними старалась, типа, что я даже не понимала, что они отвратительны. Короче, это был супер-хейт, тонна говна в личку, вот, и моя вот эта взрослая преподавательница начала за меня в интернете заступаться, и ей тоже ее начали чморить, типа, о, смотрите, самая старая тянь на двачи. В общем, тогда это было ужасно, а сейчас мне дико смешно. У нас даже двачеры. Ну, типа, да, но я думала, что они такие, вау, мемы, а они такие, о-о-о-о, женщина в интернете, о-ло-ло. В общем, все плохо кончилось, и на двачи больше не было никакой рекламы. Я забила на это дело, но мой бывший муж сказал, давай сделаем магазин, я тут нашел какую-то платформу Etsy, я тебе там, это, залил картинки, типа, и залил, залил, и залил. Да, ты сказала, но платформа, я выделю, нашел платформу, которая называется Etsy, это, на самом деле, да, большой сайт, по всякому рукоделию, и так далее. Да, но там, конечно, и Алиэкспрессом каким-то торгуют, но в основном там рукоделие. Тут я сегодня так долго говорю, ребят, не сильно подробно-то. Нет, нет, давай, давай, ну и в общем, знаете, это было время еще после новогодних праздников, потому что у меня был сильно сбит режим. Я просыпалась там в 5-6 вечера и ложилась, типа, утром, часов в 10-11 утра, и я помню, стоит эта новогодняя елка, какие-то котята бегают, которых там все друг друга надарили. Тут у меня в телефон приходят уведомления звуком, какие-то необычные, которых у меня никогда не было. Знаете, как касса открывается и закрывается, и динь-динь делает, и монетки в ней так шуршат. Я такая думаю, блин, что это, а мне там Etsy и что-то на английском. Я такая, чего? Мне хоп, опять, у вас купили, у вас купили. Я думаю, блин, наверное, приложение сломалось. Думаю, ну не может же быть, что у меня, типа, там за полчаса все картины купили. Это бред. И там еще такие цены, и он выставил, типа, по 200 долларов за картину. Я думаю, блин, ну это что, у меня типа сейчас 600 долларов из воздуха появилось за полчаса. Я в это не верю. Какая-то хрень. А потом хоп, и через полчаса опять все картины купили. Я думаю, да, сайт говно. Сломался. Тут мне начали писать живые люди в сообщении, типа, смотри, на Reddit опубликовали твои картины, типа, у тебя там 6 тысяч апвоутов. Смотри, я смотрю, у меня статистика, ну я вообще это приложение открыла первый раз с этим сайтом. Открываю, у меня там типа куча народа, ко мне пришло на сайт, они все купили, у меня куча сообщений, они хотят купить картины, а картин нет, они все хотят все купить. И я просто с красными глазами, у меня там все сосуды полопались. Когда мой, тогда муж проснулся, я говорю, у нас купили все картины. Он говорит, о, класс, типа, я так и знал. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, конечно, их купили, они же классные. Как-то так. Оказалось, что, собственно, я только тогда узнала, что пиарщики Трампа использовали образ ПП в предвыборной кампании. И когда он связан с Трампом, и на Reddit есть доска Дональд, где все провоки сидят, и такие, о, Дональд наш Дональд, Пепе наш Пепе. И кто-то, семейная пара из Техаса, которая занимается, типа, недвижимостью, нашли мои картины на Etsy, сделали прикольный пост собрать плюсиков, и сделали мне такое доброе дело. Я для них потом еще одну или две картины сделала, я набрала в ту ночь предварительных заказов каких-то, я не знаю, как кастом на русский перевести. Ну, короче, заказы на заказ. Вот. И, в общем, с тех пор я сижу на этих заказах. То есть я что-то доделала, а мне уже новый заказ прилетел. Надо опять что-то делать. Только там доделаешь, тут уже прилетело. Ну, сейчас вот я в основном пять-десять картин параллельно делаю. Иногда я делаю что-то от себя, и почти всегда это покупается в течение, там, трех рабочих дней. Вот. И так ты, получается, к иностранцам пришла, да? Потому что тоже интересный момент, что художница из Купчина, которая начала рисовать Пепе, стала просто достаточно, можно сказать, всемирно известной, в том плане, что тебя покупают, там, говорю, Гонконг, Америка, то есть со всего света тебе заказы летят. То есть через Reddit, да? Ну, изначально было, да, но с Гонконгом отдельная история, потому что в Гонконге, если вы знаете, были протесты, и Пепе внезапно стал символом этих протестов. Как удобно. Нет, я не знал. Дико подфартило. Заказы из Гонконга полетели, вот тогда, когда начались эти события, и я помню, я не хотела во все эти политические приколы ввязываться, но мне жестко было нечем платить за квартиру. И мне еще хотела отправлять какие-то картины, типа на отправку, а деньги я все съела. И я подумала, окей, типа революция в Гонконге, это неплохо, это, ну, типа, там нет такого хейта, как и таких злых мемов, как около трамповской тусовки. И поэтому я подумала, я могу взять этот заказ, где, значит, жабы атакуют парламент. Куча рук с камерами, журналисты, а посередине, за трибуной стоит пепе, стоят пепе с зонтиками. То есть это просто фотография документальная, пепенизирована. И когда я ее нарисовала, весь Гонконг был в восторге, но у меня очень-очень много людей подписалось, куча гонконгских новостных каких-то СМИ и микросМИ ее расширили, и у меня появилась большая волна из Гонконга, и, собственно, появились теперь заказчики из Гонконга. Ну вот говоря о географии, у меня сейчас из Таиланда человек заказал картину. Это очень круто, то, что из Таиланда у меня еще не заказывали. Очень круто, именно как покорение какого-то нового рынка, что сейчас он закажет, расскажет своим друзьям, или у тебя будет просто опыт отправки именно в Таиланд? Ну, опыт отправки в Таиланд, это несложно, потому что я одной и той же компанией отправляю. То есть единственная проблема, что когда очень жарко, у меня один раз такое было в Гонконге, видимо, картина в жаре очень долгое время находилась, и там она просто испортилась. Мне пришлось заново ее рисовать и отправлять, и лучше упаковывать. Там еще человек пакеты ставил типа на железной машине под солнцем прямыми лучами. Ну, в общем, да, это единственная проблема с Таиландом. Может быть, что там супер жарко, но вроде у них сейчас там как раз не должно быть жарко, и я думаю, что все будет окей. А какие еще страны у тебя заказывают? Ну, то есть ты сказал на географию, там, ну, Таиланд еще, что еще, может, Европа, может, Южная Америка, ну, просто... США, Канада, Австралия, это вообще очень часто, то есть потому что они англоязычные, да, потом, ну, Великобритания была, Швеция была, Швейцария была, Норвегия была, Германия была, Франция была, вот во Францию сейчас буду отправлять опять, Италия была, Греция была, Восточная Европа была, не помню, что там было, ну, типа, Польша какая-то была, наверное, типа, Болгария вроде была, Испании, Португалии не было, Африки не было, из Японии человек хотел заказать, но он хотел именно ППКшем оплатить, вот, но у него столько ППКшем не было, сколько надо было. Что такое ППКш? Дело в том, что ПП, это же вот суперпопулярная штука, и ПП связан с миром криптовалют, да, должно пожаловать в мир криптовалют, и там есть валюты, посвященные ПП, токенизируются редкие картинки с ПП, и таким образом ты можешь, ну, типа, получать ППКш, который совершенно спокойно можешь конвертировать, ну, там, в биткоины, в эфиры, в манеры, в чё хочешь, ну, и потом выводить в нормальные человеческие деньги, вот, и у меня очень много из крипто-тусовки заказывают люди, очень много оплачивают криптой, я всегда приветствую оплату криптой, потому что мне нравится очень, ну, мимо налоговой работать, вот, PayPal очень большие комиссии берёт и долго выводит бабки, а крипта тебе приходит быстро, и ты её очень быстро выводишь, и я заметила, что когда криптовалюты все начинают расти, у меня прибавляется заказов, когда криптовалюты в самой жопе, у меня заказов поменьше, вот, поэтому я вообще крипту обожаю, и топлю вообще всеми педалями за неё. Сколько стоит картина, стой, вот прямо интересно, вот сколько стоит картина в PP Cash, вот, ну, там, 200-300 PP Cash. Знаете, в PP Cash каждые полчаса, а на самом деле ещё чаще, стоит разную стоимость. Ну, прям вообще совершенно раз. Просто мне надо, чтобы у чувака было там 300 долларов хотя бы, а у него не было 300 долларов, а ему очень важно было именно PP Cash им заплатить. Но это было, типа, два с половиной года назад, наверное, поэтому, может, сейчас у него, если PP Cash вырос, то он и может им заплатить, не знаю. Я хотел уточнить, точнее, я-то частично знаю, но так тоже для читателей. Ты работаешь за границу, а рисуешь ли ты на Россию? Есть ли какие-то заказчики здесь? Слушайте, из России есть заказчики, я всегда рада, когда у меня заказываются отечественники, и я даже специально делаю очень много каких-то суперакций, скидок, еще чего-то, чтобы это было, ну, приемлемо, потому что, ну, у меня картина стоит самая маленькая, 30 на 40, 250 долларов. Я понимаю, что для россиянина это очень дорого, и, ну, очень редкий человек может заказать картину за 250 долларов. Поэтому, во-первых, я сейчас по России продаю принты, то есть это принт на холсте, он натянут на подрамник, и сверху я еще беру краску прям масляную, делаю мазки какие-то объемные, красивые, покрываю лаком, и это вообще издалека выглядит как прям настоящая живопись. Ну, то есть это как бы предмет не совсем ручной работы, но одновременно с этим он уникальный, потому что я стараюсь разные мазки в разных местах кладить на разных картинах. Вот. И такой принт стоит 2000 рублей плюс доставка, да, это совершенно уже, ну, другой вариант. Что-то очень дешево, потому что звучит, звучит, ну, как сложно, что вот тебе принесли этот принт, если ты, я правильно понимаю, настянула его на какой-то пол. Нет, вот, кстати, он не приходит, мне надо его раскрасить, подождать, пока высохнет, палачить, подождать, пока высохнет, сделать ему гроб из картона и отправить с деком куда надо. Ну, то есть мне все говорят, что я дешево продаю, потому что, типа, я очень заморачиваюсь, что принт без обмазки должен стоить 2000 рублей. Но я подумала, что мы все плывем в одной лодке, и черт с ним, ну, зарабатываю я не очень много на этом принте, но я хочу... Для души. Да. Для души. Все для соотечественников. И я делаю очень большую скидку на заказы. То есть, если, грубо говоря, 17,5 тысяч стоит маленькая картина для нерусских, то для соотечественников это может стоить 10 тысяч, 12 тысяч. Ну, то есть я округляю в нижнюю сторону обычно вот так вот. И у меня есть, да, есть заказчики из России, и я всегда им иду навстречу. Хорошо. Раз уж мы так заговорили, можешь ли ты сказать, например, какая была твоя самая большая, вот самая дорогая работа, вот самый дорогой заказ, если это, опять же, возможно? Слушай, ну, вот была картина, которая, типа, супер разошлась, супер мем. Это «Тайные вечеря». О, это легенда, на самом деле, да, это очень известно. Теперь я знаю. Заказал это, он просил, чтобы я не публиковала нигде картину целиком. То есть, можно, или можно, где я загораживаю, чтобы люди не воровали, не распечатывали и так далее. И поэтому везде, где вы можете увидеть эту картину в интернете, я загораживаю часть картины. И я получаю кучу хейта на эту тему, типа, тупые тёлки, внимание, блядь, всё такое, не может просто фоткать картину, мразь, жирная, там, ещё чего-нибудь. То есть, реально, раз в полгода говнопост какой-нибудь такой всплывает, и я на него натыкаюсь. Но, как бы, на самом деле, это сделано, ну, для мемности тоже, но, в первую очередь, чтобы хоть какая-то была возможность показать картину. Потому что, по договору нашему, заказчику, я не могу её показывать целиком. Это раз. И, собственно, была экстра доплата за то, за вот это условие. То есть, она стоила 7 тысяч долларов. Ух, ни сега. Ну, это самый большой мой заказ, вообще, в принципе, самый дорогой. И, конечно, это очень большая картина, типа, полтора на три метра или что-то такое. То есть, я просто тогда всё с кухни убрала и работала на кухне. Тогда ещё очень маленькую квартиру снимала. И, ну, работы там много было. Ну, надо сказать, что квартира не была такая маленькая. Я просто помню, даже каким-то вечером приехал развлекать со своим напарником с предыдущей работы, с кузницей. Приехал просто развлекать Олю, потому что ей нужно было рисовать картину, а, я так понимаю, тебе тогда было как-то грустненько. Да. И вот мы, собственно, приехали и разговаривали с тобой, пока ты там дорисовал какие-то части её. Оля, вот такой вопрос, что ты сказала про хейт из-за этой картины твоей самой здоровой, что все там, ругают, почему ты её целиком не покажешь, хотя у тебя есть договор. А вообще, смотри, поскольку Пеппа, он во многом завязан, ну, я знаю, что там, словно леваки, его ненавидят, особенно в США. Вот. То есть все сторонники там той же Хиллари, они очень не любят Пеппе. И даже там прикол есть, что там все эти феминистки считают, что каждая лягушка это Пеппе, а в то время как это всё четко социруется с правыми. Нет ли в свою сторону вот хейта, как раз именно такой ненависти, именно из-за того, одной из, так сказать, противоборствующих сторон. Ну, с других, от других. Ребят, была. У меня, я почти никогда не покупала рекламу. Единственный раз, когда я покупала рекламу, это, знаете, на Фейсбуке, в Инстаграме есть такое сообщество Classical Art Mems, типа. Ну, вы видите. Да-да-да, я слышал, да. И я у них как-то раз купила рекламу за 100 долларов. Там были просто мои картинки, и всё. И типа ссылка на мою группу. Куча народу подписалась. Было очень здорово, потому что сначала люди писали, блин, очень классная работа, очень круто рисуешь, ты такая, молодец. А потом, видимо, вот эти часовые поясали глицпатия, проснулась Африка, проснулась Индия. И это было ужасно, потому что каждую минуту мне два дикпика присылали. Я прям реально засекла. Хуёвая бомбардировка. Каждый 30 секунд тебе либо индийский член приходит, либо африканский. У меня было типа очень много сообщений. Это было очень жёстко. А в чём смысл? Ну, то есть, это что, это агрессия, или это они подкатить решили? Привет, девочка, давай познакомимся. Вот мой член. Я из Некарагуа, там, не знаю. Ладно, дело даже не в этом. Дело в том, что в итоге мне написал админ Classic Art Mims, говорит, я не буду с тобой больше работать при рекламе, потому что у меня куча репортов, что я, типа, российский контент распространяю. Обалдеть. То есть, реальную группу на Фейсбуке чуть не забанили, потому что они публикуют мои картины с жабами. Это раз. И многие начали писать мне, типа, ты что, не знаешь, что это символ расизма? Я говорю, ты что, сука, ты что? Думаешь, что только весь мир интересуется американской политикой? Ты сам, мразь, угнетатель. У нас в России вообще не знают, кто такой Трамп, кто такой Хиллари. Соси хуй вообще. И, типа, мир не замкнулся на американской политике, кроме Америки и еще кучи других стран, которых не ебет, что там у вас происходит. Поэтому я буду рисовать, что я хочу. Пошел в бан. Ну, типа того. Короче, у меня жестко горело. Когда началась вся эта история, мне было плевать абсолютно на политику. Но сейчас даже у меня от леваков горит. Хотя, ну, блин, хотя казалось бы, не должно. Ну, да ладно, мы не прям такие радикальные леваки. Мы как раз более-менее умеренные ребята. Если раньше, вы меня бы спросили, Оль, ты за леваков или за провоков? Я бы сказала, ну, блин, я не знаю. А сейчас бы я сказала, блин, леваки просто лепфемки, дуры, леваки. Ну, короче, я бы все плохое сказала. И я бы сказала, что я вообще уже скоро буду консерватор. Тем более, я уже это, мне уже лет много, я уже хочу огород. И вообще раньше было лучше. Подожди, напомни, ты разве не интересовалась феминизмом такого-то лет, типа, пять назад или вроде? Проблема, что для вас феминизм это один большой какой-то мем. А в сортак феминизма вы не разбираетесь. А между тем, феминизм, ну, я, кстати, мне устраивали лекции. Я просто учился за границей, и я поэтому чутка стал различать. Но в целом я знаю то, что мужикам там плохо. Ну, я что-то даже не знаю. Ну, я рассказывала вчера на стриме, у меня был стрим. Я, во-первых, рассказала, что был женский журнал Вандерзин. И когда я на него зашла... О, да сейчас он и есть тоже. На прошлой неделе, когда я туда зашла, там не было ни одной статьи про женщин, там только про трансов статьи. Хотя они позиционируют себя как женский журнал, это раз. А во-вторых, ну, как бы, к вопросу, нужен ли нам феминизм. Я позавчера зашла в магазин сантехнику купить лейку для душа, а меня обосрал консультант, типа, ха-ха, женщина пришла в магазин сантехники, ты точно туда ли ты зашла. Ну, конечно, у меня жестко пригорело. Я считаю, что в России феминизм пиздец как нужен, но, типа, я против либерального феминизма. Либеральный феминизм, это который говорит, проституция, это выбор. Я ношу стринги и каблуки, потому что я таким образом проявляю власть, это импауэрмент. Блестки на жопе это символ власти моей женской. Вот это, я считаю, полное говно. Я считаю, что женщинам в России нужно, во-первых, заниматься физкультурой и поддерживать, ну, типа, знаете, есть такое направление силовой феминизм. Я считаю, что женщинам специально занижают спортивные какие-то показатели, ну, в плане, что девочки в школе не подтягиваются, не отжимаются. Им говорят, ну, качайте пресс и тяните гибкость. Хотя, ну, в 7 лет дети все одинаковые. Я считаю, что девочки также должны лазить по деревьям и вместо художественных школ и танцев ходить в нормальные там какие-то секции спортивные. Ну, как правило, девочка дает в искусство мальчиков на спорт. То есть вот эта сторона жизни меня реально очень сильно бесит. И я сама сейчас своей спортивной подготовкой занялась. Я учусь подтягиваться, я там через день у меня тренировки и все такое. То есть я реально понимаю, что это очень важно и что там 99% современных женщин свое тело не развивают. И как бы теоретически, если бы женщины занимались своей физической подготовкой, то во многих случаях они были бы более уверены в себе и могли бы в ответ дать пизды, ну, когда это требует ситуации. Во-вторых, я считаю, что женщины должны больше носить удобную одежду. То есть каблуки это круто, юбки это круто, но опять же, кому-то там свертухи в щиты не можешь дать, когда у тебя юбка и каблуки, и маникюры, и так далее. Кроме того, какие еще, ну, я считаю, что женщины должны больше идти в технические профессии, потому что IT и технические профессии это то, что больше оплачивается. Я сама всю жизнь сталкиваюсь с тем, что мне говорят, ну, ты девочка, иди, математика у тебя не получается. То есть меня выращивали с мыслью, что я никогда не буду математиком, потому что я девочка, а у девочек это не получается. И сюрприз, что у меня действительно с этим не очень, и я до сих пор не очень понимаю, почему. Потому что, типа, меня жестко в плане математики и точных наук гнобил там отец с детства, или потому что на самом деле с этим у меня не очень. Хотя я верю, что в определенной степени мы все можем научиться и рисовать, и программировать, и так далее. Это вопрос труда и времени. Так, про технические профессии я сказала, про физическую подготовку сказала, про украшательство сказала. Ну и да, женщины очень много тратят денег на поддержание ебабельности, как это говорят. То есть, лучше бы эти деньги на маникюры и депиляции направить там на спортивные секции и доп-курсы профессиональные. Это было бы гораздо полезнее, тогда бы женщины смогли больше зарабатывать и все такое. И, наверное, обязательный отпуск по уходу за ребенком для мужчин, мне кажется, это очень хорошо. Вот, так отцы будут больше любить своих детей, потому что они больше времени с ними провели, будут нормальные семьи, и не будет экономического неравенства, потому что у большинства женщин проблемы с работой из-за того, что они якобы могут уйти в декрет или будут ухаживать за детьми. Вот, то есть, я вот за такой типа феминизм. А когда мне говорят, что надо легализовать проституцию, и когда мне говорят, что твои растяжки на теле это тигриные полоски, ну, хочется только в лицо плюнуть. Ну, и трансзащита, это типа, я вообще молчу, это даже нечего тут обсуждать. Я хотел ставить про силовой феминизм, когда ты говорила про... Дело в том, что и я, и Ольга так вышло, что знаем девочку, которую зовут Таня Дваждова. Она яро топит за то, чтобы допускать женщин в мужские, ну, то есть, допуск женщин в мужские соревнования. То есть, условно, вот у тебя чемпионат подзюдо, куда ты просто не можешь попасть, условно, если ты девочка. Ну, то есть, есть женский чемпионат, а есть мужской. И вот, ты, если захочешь, то ты не сможешь попасть на мужской. Я просто хотел вспомнить про нее, когда ты говорила как раз именно про физо, дать пизды и так далее. Она выглядит, ну, она выглядит прям здоровенно. Имеется в виду, что если со спины, то ты никогда не подумаешь, что это, например, девочка стоит, потому что у нее она такая очень-очень-очень широкая спина, и вообще она маскировалась под всякие чемпионаты, заматывая свою грудь там этими... Как мулан прям. Да, 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 прям как мультики, да. Ну, если честно, я когда занимался, ну, я сейчас просто не могу, а так, когда занимался, у нас периодически приходят девушки там на борьбу, на прочее. Я честно тебе скажу, вот это у всех пацанов такая дилемма, что даже когда время тренировок, для два варианта, то есть получается, если ты будешь с ней работать в полной силе, там, кидать, бросать, там, перекидывать, это больно, это реально приятно. Как ты сможешь вообще, ну, на тебя будет общество потом давить, знаешь, там, почему ты там с ней так больно, она же девочка, да, вот сразу же общество. Либо второй вариант, если ты будешь не сопротивляться, да, не как-то это, она тебя поломает и кинет, скажет, вот ты слабак, ты не мог даже девочку победить. Ты, короче, в любом формате ты проиграл, просто в любом, поэтому очень многие реально девушки на секциях, ну, по крайней мере, сколько я занимался, они очень, ну, точно, ну, я в этом плане, мне даже жалко, потому что, действительно, во-первых, их мало, и с ними парни не работают, просто не хотят работать, и мне самому не очень. Я бы работал в полную силу, и они бы тогда смогли развиваться, и все было бы честно, ну, во-первых, можно каждому человеку подойти и спросить, с тобой, типа, работать в полную силу или не в полную, и если бы тебе поставили новенького мальчика или худенького мальчика или еще что-то, ну, ты бы, наверное, тоже его не херачил в полную силу, ты бы, ну, с ним как-то договорился. У меня есть младший брат, он занимается самбо-дзюдо, типа, с четырех лет, и он сказал, что там такие девочки, ну, типа, они знают, что им надо стараться в разы больше, чем мальчикам, и, ну, нормально ставят спарринг, и бывает, что крутят тебя жестко, нормально, а тебе, типа, стыдно, потому что ты девочке проиграл, но я считаю, что такие проблемы, ну, это реально просто тараканы в голове, это не какие-то суперреальные проблемы. Ну, нет, у меня таких тараканов нет, это я просто говорю про общественное, можно сказать, давление, которое будет каким-то образом вот это, но он настолько в воздухе витает, что действительно я, вот за все время, сколько я видел народу, и сколько видел там девушек, ну, немногих, я почти вижу просто, что их просто стараются обходить сторонами, но просто боятся связываться, что, не дай бог, что ты в любом случае, ты будешь в минусе. Зачем работать с партнером, при котором ты в любом порядке, ты будешь виноват, ты будешь, что-то не так сделаешь, поэтому проще просто игнорировать. Я не до конца понимаю, с кем ты ведешь, ну, вот ты типа не сделал больно, и кто тебе скажет, тебе тренер скажет, тебе твои друганы скажут, или тебе она скажет, то есть, с какой стороны... Все вместе могут, все вместе могут и тренер сказать, типа, нахрен надо так сделать. Мне кажется, надо разбирать, и нам типа не по пять лет, и, ну, реально, это не прямо большая проблема. Вот. Согласен. Хотелось узнать как раз-таки именно про то, куда она хочет дальше развиваться. То есть, какие направления? Хорошо, Пепе же по-любому приелся. Какие есть еще направления именно творческого развития? Может, это совершенно другая сфера, даже не рисование? Слушайте, слушайте, ну, я училась в киношколе сейчас, и делала там какие-то домашки. У меня, ну, мне нравится писать сценарий, у меня есть сценарий, который вроде как маленькая компания взяла в производство, но из-за карантина все заморозилось. Плюс у меня есть идея для маленького сериала, и у меня есть уже актеры, операторы, у меня все есть, чтобы его снимать. Я сейчас поеду, наверное, в деревню, и за недельку, ну, все идеи приведу в порядок, и мы снимем, ну, три пилотных серии. Это будет очень смешной, классный сериал, я надеюсь. Мне бы хотелось дальше заниматься живописью, но мне очень сложно себя организовать, потому что у меня всегда есть заказы, кроме заказов у меня есть, ну, типа обычная взрослая жизнь, где надо, не знаю, делать платежи, ремонты, гулять с животных. Я вчера котенка блохастого подобрала очередного, и, ну, я еще хотела бы заниматься просто рисованием от себя. Типа, мне бы хотелось какую-то обнаженку странную поделать с натурой, может, какие-то портреты, может что-то из головы просто, знаете, ну, отпустить себя и поэкспериментировать. Вот мне бы очень хотелось этим заняться, и даже бывает такого, что я натягиваю под это дело холст, и тут прилетает заказ как раз на такой размер холста, и я думаю, ну, ладно, в следующий раз, вот так вот. Ну, то есть хотелось бы еще порисовать что-то от себя, и не связанное с ПП, и посмотреть, будет ли это продаваться, и хотелось бы поснимать кино, пописать сценарий. Мне очень нравится работа режиссера, и работа сценариста, я от этого в восторге, я от этого прет, я могу не спать двое суток, работать на площадке, мне нравится работать с актерами безумно. Вот, я надеюсь, что однажды с кино у меня сложится. Будем надеяться, что когда-нибудь скоро, в ближайшее время, увидим пилотные серии. У нас тоже основатель нашего Красного Сиона, там, русского туризма, он работал в этом, как называется, делал такое, единственная была, единственная серия вышла, «Русский лес», это один из основателей макулатуры, господи, как его зовут, Женя Алёхин, Женя Алёхин, он снимал и позвал его на какой-то кратчайший просто участок, там, ну, отрезок, и он там появился, но при этом, вот теперь он актер. Спасибо вам. Да, спасибо большое, Оля. На самом деле, несмотря на то, что мы общаемся с тобой в жизни, более-менее знакомы все равно, вот, ну, я, по сути, наверное, впервые услышал полную историю того, что ты делала, потому что ты время от времени появлялась как-то в моей жизни, вот, я там, то да сё, я сейчас занимаюсь духами, я сейчас занимаюсь чем-то с шампанским, дегустация, бар. Вот, я сейчас уже вообще-то рисую за границей, продаю картины, и я такой, прикольно. А тут впервые, впервые падлы сложились вот так вот. Спасибо большое, всё было очень интересно, наверное, действительно на этом можно уже прощаться со слушателями. Лучше, спасибо тебе большое, и надеемся, там, не прощаемся, скажем до свидания, обязательно ждём твой сериал, каких-то новых творений, будем следить. Также всем спасибо за прослушивание. До свидания, дорогие друзья. Всё, спасибо, ещё обязательно услышимся, если у тебя, ну, у тебя, я так понял, насыщенная довольно жизнь, и наверняка ещё будет о чём поговорить, и воспользуемся этой возможностью, если ты не будешь против. Всё, спасибо. Да, пока.